Всем привет, ребята! Вы на канале AM Live, и сегодня у нас тема, касающаяся игры Duskwood. Как-то на канале Восстание, буквально недавно, в последнем моем видео, я услышала такую версию, что, возможно, Джеки Ричи это одно и то же лицо, это один и тот же человек. И вот я задалась такой целью проанализировать, а может ли это быть так. Проанализировав поверхностно, я подумала, что да, наверное, может. А сейчас мы попробуем с вами разобраться в этом подробненько. Будем начинать по нарастающей, от довольно-таки сомнительных утверждений до таких, которые могут быть достаточно убедительными. Итак, погнали! Первое. Ричи с Джейком ни разу не пересекались в чате. Джейк добавился в общий чат тогда, когда Ричи уже был убит или похищен. И именно Джейк потребовал исключить Ричи из чата. Он мотивировал это тем, что похититель может читать сообщения. Но это можно трактовать и так, что ему просто было удобнее, чтобы не запутаться и не написать ни с того телефона. Согласитесь, довольно-таки сомнительно. То есть нельзя быть на 100% уверенным, что это так. Едем дальше. Джейк читает переписку всех участников группы. Но если подумать о мотивации этих поступков, то у Ричи гораздо больше необходимости в этом. Он точно будет знать, кто о чем говорит за его спиной, так сказать. Но это опять же может быть так, а может быть не так. Поехали дальше. Облачное хранилище Ханны. Если предположить, что Джейк и Ричи одно и то же лицо, то имея на руках телефон Ханны, проще всего периодически подкидывать информацию. Заметьте, что информация, полученная с телефона Ханны, не раскрывала местоположение этого телефона, а лишь позволяла разобраться в произошедшем. Чего, собственно, и хотел Ричи, чтобы все узнали правду. Раз уж девушки отказались сами признаваться в этом. Вспомните, что Джейк смог подключиться к телефону похитителя и получить доступ к микрофону. Это было почти в конце. Но он даже не попытался определить местоположение телефона Ханны до того, как телефон оказался у ребят. Вопрос, почему? Возможно, он просто не хотел этого делать. Едем дальше. Когда Джесси попросила не рассказывать хакеру о беседах в чате, сразу же появляется вариант ответа. Думаешь, он кто-то из группы? Примечательно, что если выбрать этот вариант, что это кто-то из группы, то Джесси сразу же после этого скажет, что так думает Ричи. Вот интересненько, почему именно Ричи так думает? Вопросик. Возможно, Ричи не думает, а знает. И таким образом и разработчики пытаются намекнуть нам, что хакер и Ричи это одно и то же лицо. Далее. Джейк просит главного героя не рассказывать остальным о видео с Клео, снятом в лесу. Интересно, почему? Он объясняет это так, что похититель хочет просто запугать всех. Если все же не послушаться Джейка и отправить видео ребятам, то Джейку это не нравится и он явно злится. Вопрос, что не так с этим видео? Возможно, что-то в этом видео могло привести нас к Джейку Ричи, и он хотел его скорректировать и потом отправить сам. Поехали дальше. Хакер обращается за помощью с целью узнать пароль от компьютера доктора Ханны. Возможно, он хочет узнать, что именно Ханна говорила психиатру и не выдала ли его чем-нибудь. Это также можно трактовать как поиск зацепок, но можно задуматься о том, почему Джейку так важно узнать, что именно Ханна говорила психиатру. А это ему может быть важно, если он и есть тот похититель. Итак, теперь про детализацию звонков. Хакер. Именно Хакер отправляет ребятам детализацию звонков Ханны, но при этом он удаляет свой номер, мотивируя это тем, что он в розыске и не хочет, чтобы его рассекретили. Но может быть он не хочет, чтобы кто-то из участников позвонил ему. Ну, например, главный герой. Если это Ричи, то он все равно не ответит и тем самым может вызвать подозрения и дополнительные вопросы. Человек с форума с ником Даркнесс вполне может быть похитителем и хакером в одном лице. Вспомните, как Джейк легко и быстро создал пароль и логин для форума. А Ричи очень хорошо знает легенду и вполне мог общаться с Эмми на тему человека без лица, чтобы убедить ее в том, что он существует. Мы же не знаем точно, о чем они общались, ведь личная переписка скрыта от всех. И как-то подозрительно быстро Даркнесс ответил главному герою, написав личное сообщение. И задавал странные вопросы, которые посторонние, незаинтересованные люди обычно не задают. Обратите внимание на фразы, которые пишет Даркнесс главному герою. Если такие же фразы он писал Эмми, то они вполне могли быть призваны для того, чтобы напугать ее и заставить ее признаться. Но зачем это Даркнессу? Вот вопрос. Джейк прислал файл с допросом Майкла. А что если он специально хотел привезти ребят в этот дом, чтобы они нашли улики? Но в его интересы входило только то, чтобы ребята узнали правду, а не общение с полицией. Поэтому улики он быстренько убрал, узнав, что ребята позвонили в полицию. А узнал он это только потому, что ребята обсуждали это с Джейком. А вот теперь вдумайтесь. Похититель очень умный, если смог эту историю так красиво разыграть. Может ли простой механик провернуть такую многоходовку? А хакер? Мне даже кажется сейчас, что цель его была какой-то другой, а не той, которую озвучил Ричи в шахте. Заметьте, что и Джейк и Ричи с компьютерами на «ты». И я снова задаю вопрос, что за механик такой, работающий в автосервисе, который так хорошо управляется с компьютерами и может обмануть с трансляцией. Если, конечно, он не хакер. Джейк спрашивает у главного героя, почему он или она не сказал Джесси, что Ричи убит? Откуда такая уверенность в том, что он убит? Кажется, он заинтересован в том, чтобы все так думали. А почему? Да потому, что он и есть Ричи. В этом же месте есть фото Джесси. Джейк уверен, что похититель прятался, когда делал это фото. Но опять же, откуда такая уверенность? Ведь по фото этого нельзя понять. Создается такое ощущение, что именно он делал это фото, и поэтому он с такой уверенностью об этом заявляет. Джейк задает вопрос относительно телефона Ханны. Не думает ли главный герой, что телефон уже был у Томаса? Что он его не нашел, а изначально держал его у себя и вытащил в нужный момент? Такое ощущение, что он хочет посеять сомнения и отвести подозрения от похитителя. Уже ближе к завершению истории, Джейк бросил в адрес главного героя такую фразу. Ты вел себя довольно вызывающе по отношению к Майклу. Прости, Джейк, а ты откуда знаешь, что главный герой описал Майклу? Выглядит так, как будто бы Джейк злится. Из чего бы это? Он может злиться, только если главный герой вел себя вызывающе по отношению к нему. И понимая это, понимая, что он совершил ошибку под влиянием эмоций, он тут же выходит из чата, чтобы случайно не вызвать подозрения. Все то время, пока ребята обсуждают фестиваль Пайн Глэйд, Джейка нет в чате. В это время он вполне может быть на пути в гримрок, и потом появляется и подключается к микрофону похитителя, то есть своему же микрофону. То, что он участвует в обсуждении звуков, не исключает того, что он же может испускаться с Ханой в шахту. Если вы посмотрите видео в моменте, когда подключается к микрофону Майкла, вы заметите, что Джейк не так уж часто пишет в чате, и в основном он отвечает на какие-то вопросы. Заметьте, что связь пропадает. Может быть она не пропадает, а просто Джейк ее отключает в тот момент, когда ему нужны обе руки, чтобы спуститься вниз, и он не может больше контролировать процесс. Как вам такая идея? Идем дальше. После того, как Томас собирается ехать в гримрок, Джейк пишет, что нужно отправить кого-то другого, не Томаса. Возможно, в его план входит позвать туда главного героя, и не в его интересах, чтобы Томас ехал туда. Но тут вмешивается главный герой и предлагает позвонить Аллану. Заметьте, что Джейк против этой идеи, но потом соглашается, возможно, чтобы не вызвать подозрения. В итоге он просит главного героя сильно не откровенничать с Алланом. Пока главный герой говорил с Алланом на дороге к гримроку, Джейк вполне мог добраться до дома, где находились ребята. Ведь в чате его не было. В тот момент, когда он уже находится около дома, ребят, он присылает видео липовые трансляции. Опять же возникает вопрос, откуда у простого механика такие навыки, если только он не хакер? Когда в похитителя стреляют, он убегает, а ребята обсуждают случившееся. Джейк в этом обсуждении не участвует, что уже странно. Но ведь сложно участвовать в обсуждении с раненой рукой, убегая в свое убежище, не так ли? Однако, сразу после, когда он, видимо, добирается для своего убежища, главный герой получает смс с предложением совершить обмен Ханны и Ричи на главного героя. Главного героя, заметьте, он называет по имени. И уже становится понятно, что это какой-то знакомый человек. Далее, Джейк всеми силами пытается сделать так, чтобы именно он пошел в шахту и даже говорит, что он находится недалеко от Дасквана. Это странно, раньше он молчал об этом, а теперь вдруг решил сказать. Ему очень нужно было самому быть в шахте. Ведь может он просто уже там? Он очень хорошо знает все входы и выходы, у него есть план, он знает протяженность шахты. Хотите сказать, что это все он узнал за короткий период? Вот, обратите внимание на это утверждение Джейка. Странно, не правда ли? Часто ли вы думаете о шахтах, в которых может прятаться преступник, если только вы сами не преступник? Я нет. Или просто он уже был там и узнал все это заранее? Заметьте, что Джейк очень быстро для шахты протяженностью в 50 километров находит место с уликами и письмо Эмми. Мне кажется, он уже знал заранее, где они находятся. И уж очень быстро он сообразил, как отключить одну трансляцию, подключить другие и вывести их к главному герою на экран. И как только это происходит, Джейк больше не выходит на связь. Странненько, да? И еще один аргумент в копилочку того, что Ричи и Джейк это одно и то же лицо. Это изменение голоса. Вспомните, когда похититель звонил главному герою, он изменял голос всегда. И Джейк тоже изменял голос, когда записывал свои видео для ребят. Посмотрите финальное признание Ричи и вспомните видео, которое отправлял Джейк ребятам. У этих двоих феноменальная тяга к капюшонам, которая, кстати, скрывает их внешность. Это ли не странно? Я уж не говорю о феноменальной тяге к маскам. Это тоже весьма странно, но весьма закономерно, если предположить, что Ричи и Джейк это один и тот же человек. А теперь немножечко о концовке. Все вы видели, наверное, мое видео о финале 10 эпизода. Если не видели, то тогда посмотрите. Сейчас вы увидите подсказочку в правом верхнем углу. Так вот, в конце этого видео я вставила кадр, на котором виден силуэт. После этого я задумалась, а что это за силуэт? Что за человек там мог стоять? Ну, вы все видели, что я решила, что это Джейк. Но что, если Джейк и Ричи это один и тот же человек, а силуэт принадлежит совершенно другому человеку? И у меня даже есть догадка, какому человеку? Аллану. Вспомните, когда Ричи изнутри закрыл шахту, Аллан сказал, что он не может туда попасть. Но через какое-то время, через очень короткое время, написал. Кажется, я знаю, что нужно делать. Ну, или что-то в этом роде. В общем, он дал понять, что он знает точно, как попасть в эту шахту. И мне кажется, он таки попал в эту шахту. И именно он стоял и наблюдал за Ричи Джейком. И может быть, даже именно он вывел Ричи Джейка из шахты. Вывел или вынес, если он уже потерял сознание. Это мы пока не знаем. История пока об этом умалчивает. Кто-то в инстаграме мне написал такой комментарий, что, возможно, это тень случайная. Это, может быть, вообще тень от оператора с оборудованием. Что ж, я не исключаю такой возможности. Это может быть и так. Ответы на все вопросы мы все равно сейчас не узнаем. Но это была такая попытка разобраться в версиях о том, что же все-таки могло произойти. И кто же все-таки хакер, и кто же все-таки Ричи. Ну, а вы уже решайте, чему вам верить и чему не верить. Попробуйте проанализировать сами. А на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И всем пока-пока.